МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у меня в гостях замечательный российский и советский, можно сказать, хоккейный арбитр, функционер, генеральный менеджер, генеральный директор многих российских клубов в разное время, российских хоккейных клубов, комментатор, с которым мы вместе много работали, и даст Бог, еще поработаем, Леонид Владимирович Вайсфельд. Леонид Владимирович, здравствуйте, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Добрый день. Вот с чего хочется начать. Вы периодически возвращаетесь к комментаторской деятельности, и мне кажется, вам это нравится. Мне это нравится. Я даже скажу, что. Во-первых, мне очень нравится обстановка. И вот ребят, все, и комментаторы. Вообще, это телевизионная история. Кайф. Ты же знаешь, она, как сказать, мне очень нравится, что здесь нет, по крайней мере, я этого не ощущаю, каких-то интриг, все друг другу помогают, и атмосфера очень такая дружелюбная. Доброжелательная, да. Да, это мне нравится. А потом я это всегда рассматривал, как, ну, вот, например, тренера уволили, да? И вот он сидит год, два, три, там, пока его не пригласят. Теряет квалификацию? Я даже это рассматриваю с точки зрения, что одуреешь, дома сидеть. Ну, это само собой. Да, даже не то, что, может, он меня не теряет, может, он занимается там каким-то самообразованием. Вот. А я вот это рассматриваю, ну, чего сидеть просто так. И, например, если бы меня не взяли на телевидение, я бы пошел куда-нибудь в школу физкультуру преподавать. Я все-таки преподаватель. Да, вы же кандидат педагогических наук. Да. Поэтому, в общем, мне там все нравится. Давайте сейчас, ну, о вашем, так сказать, судейском прошлом много вы рассказывали, много сказано, и я, в принципе, конечно, тоже с удовольствием познакомлю наших зрителей еще раз с какими-то деталями. Но мне интересна ваша управленческая вот эта вот ипостась. Интересна не в плане каких-то там раскрытий каких-то гипернюансов, что было в Новокузнецке или в Мытищах, или в Уфе, там, и так далее. Мне интересно поговорить о том, как это устроено, как, в принципе, это работает. Вот, приходя на должность, ну, например, генменеджера любого клуба, из тех, в которых вы работали, первая мысль, ну, что тут у вас происходит, да, давайте вот разгребать, смотреть вот этих ворох вот этих таких бумаг на столе, да, чтобы понять вообще, откуда ноги растут? Ну, мне кажется, в любом роде деятельности первая мысль понять, что происходит. Другой вопрос, что, я, конечно, не знаю, как вот в других областях, да, но вот в этой, у нас, не хочу никого обижать, но очень много дилетантов. И вокруг... В других областях тоже. Ну, наверное. Да. И самое главное, что вокруг, вот, хоккей крутится, там, столько людей, посторонних, и я вот, мне просто есть... И вокруг журналистики тоже. Да. Вот. Мне просто есть с чем сравнивать, и поэтому первое, что я делаю, когда, например, меня приглашают, или, там, я прихожу, да, я вообще хочу понять, как это устроено, потому что, вот... Кто здесь у вас за что отвечает? Да, да, да. И вот с моей точки зрения, вот, из всех, где я работал, организаций, самый профессиональный подход при приглашении меня на работу был Екатеринбург. Я не угадал. Я думал, да, скажете, про мытища, да. Нет, мытища, там было классно. Там был Александр Васильевич Горностаев, в то время зампредседатель правительства Московской области, с которым было одно удовольствие работать. Я хочу сказать, что и в Тольятти, там, Костейн Григорьевич Сахаров, он просто гениальный, я считаю, руководитель. Нет, нет, мне просто очень нравился Атлант, пока он жил. Да, 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 там было здорово, пока революция не произошла. Вот. Так вот, возвращаясь к Екатеринбургу, там такой вот Алексей Олегович Бобров был президентом клуба, и, как сказать, вот он, скажем, играл там на юношеском уровне в хоккей, но потом занялся бизнесом, очень серьезный бизнесмен, все, и вот так судьба сложилась, что, значит, пообщавшись с губернатором Свердловской области, они пришли к такому выводу, что вот Алексей Олегович возглавит в качестве президента хоккейный клуб и так далее. Ну, понятно, что, как любой там мужчина, он имел представление о хоккее, а тем более, как мужчина в детстве занимавшись, тем более имел, да, но они так очень профессионально подошли. Они изучили там всю мою биографию, там, чем я занимался, где я работал. У нас было несколько встреч, и... То есть, не быстро этот процесс происходил? Да, мы пообщались, они узнали, я узнал, что они хотят. Вот. Я им рассказал свое видение, свою концепцию. Они там посовещались, подумали. Так, в течение двух недель это все происходило. Потом, когда мы подписали контракт, там было полное взаимопонимание. Там были такие вещи, вот просто для понимания, я вот... Да, это важно. Да, я вот расскажу. Когда вот этот, ну, рубль-то рухнул там в два раза, да? Я сижу... Как его там этот, рубль... Нет, нет, я хотел сказать, доллар подскочил или рубль рухнул. Да, у меня эта мысль была. Я сижу, и мне звонят с Бауэра. Ну, клюшки там, коньки. И говорят, Леонид, а вот это только что произошло все. Звонят и говорят, Леонид, если вы сейчас оплатите 5-миллионный контракт, то мы вам даем скидку 30% от сегодняшней цены. Ну, это вообще, можно сказать, задаром. Потому что цена уже априори в два раза повысится. А если от сегодняшней 30%, то вообще... Ну, я тут же звоню главному бухгалтеру, я говорю, слушайте, что там? Она говорит, Леонид Владленович, на счету 50 тысяч рублей. Я говорю, понял. Слава богу, у меня доступ к телу был. Я тут же набираю Боброву. Да. Я говорю, Алексей Олегович, вот такая история. Я говорю, я почему вам звоню-то? Вот этот контракт сейчас, на данный момент, стоит 5 миллионов. Просто я хочу, чтобы вы не удивлялись, если в июле или в августе эта цифра будет либо 12, либо 15. Чтобы потом не сказали, что я... Пропустил момент. Да. Он говорит, я вас услышал, Леонид Владленович. Проходит 20 минут, вбегает в мыле главный бухгалтер, куда деньги перечислять? Вот 5 миллионов, все. То есть, они вот такие бизнесмены. И они понимают, что если это выгодно, они это делают. Если это не выгодно, они это не делают. А можно же было просто... Вот я сижу, например, главный бухгалтер, на счету 50 тысяч. Нет, нет, все. Все, денег нет на Бауэр, ребят. Ну, извините там. Это такие... То есть, в данном случае речь шла об экипировке для основной команды, да? Да, конечно. Ну, как для всего клуба, там и детские, там все, да. Просто я хочу сказать, тут вот еще проблема, в чем существует. Вот, например, Уфа. Вот я работал сейчас в Уфе. Вот если так коротко охарактеризовать мою работу, то это можно сказать, что такое выражение, для перепечатки секретной информации требуется машинистка, не умеющая читать. Это я. То есть, я говорю, ребят, ну вы мне скажите, что вы хотите-то? Вы задачу-то правильно поставьте, потому что, ну, совершенно... Вот с моей точки зрения, вот я не знаю, конечно, там сейчас всякие пертрубации, там Роснефть купила, Башнефть, там вот это, там все это понятно, но с моей точки зрения, там крайне неэффективно использовались ресурсы, и используются сейчас малые... Я знаю еще одно место, которое называется «Имеющий уши да услышит», в котором крайне неэффективно в последние годы использовались ресурсы, и то же самое, да, я тоже там был машинисткой, не умеющей читать, да. Извините, отвлекся, да. Вот, и... Они сейчас заканчиваются ресурсы. Вот я, кстати, возвращаюсь к этой вот истории относительно пяти миллионов там, да, ведь речь вот о чем? Все открыто и все прозрачно. Я звоню хозяину, я говорю, слушай, вот такая тема. Он говорит, не, забудь, вот сейчас... Окей? Я звоню просто в августе и говорю, так, 15 миллионов на форму, это хорошо. Или он скажет, что так дорого? Слушай, слушай, я тебе звонил, вы ее... А, ну да, да, все. Все как бы понятно. То есть, я правильно понимаю, Леонид Владимирович, ничего не изменилось в том смысле, что, казалось бы, должность генерального менеджера, это знаковая, ключевая должность, например, в клубе НХЛ, это человек, от которого зависит все, да? А у нас это человек, который находится между командой и владельцами слэш-президентами клуба. И действительно, зачастую является машинисткой, не умеющей считать, потому что... Зачастую, зачастую так бывает, и некоторые шаги, которые предпринимаются в клубе, ну, там журналисты, там обсуждают, и говорят, что это за какой-то болван этот генеральный менеджер, что он, кого он подписывает, что он за такие деньги подписывает. Но я вам хочу сказать, что это не только у нас. Я вот вспоминаю, я когда работал скаутом в НХЛ, и я работал в то время в Торонто. А далось бы, Торонто? Да. Торонто один из лучших клубов, да? Да. Ну, я в Торонто, потом в Рейнджерс, но неважно. Я о другом. 1994 год, Рейнджерс выигрывает Кубок Стэнли, и... После этого Марк Месье подписывает на 6 миллионов долларов контракт в Ванкувер. Он был капитаном Рейнджерс, и он подписывает, ну, ему к тому времени было там... Сколько он, 61-го года? Ну, далеко за 30. Вот. И 6 миллионов по тем временам это просто были, как вот сейчас, наверное, 10 или 11. Кубанские деньги, да. Просто запредельные. И я сижу там, ну, мы же общаемся, да? И я скаутом говорю, слушайте, ну, что у них там за скауты, дураки в Ванкувере? Они что-нибудь соображают, что ли? Ну, как можно? Там, ну, да, Месье великий игрок, ну, как можно ему 6 миллионов дать? Они мне говорят, Леонид, да нет, скауты соображают. Ну, возможно, там сидит хозяин и говорит, вот я хочу. Я хочу в Месье. Все. Генеральный менеджер подписывает, а болельщики, журналисты, они же не знают механизм, как это происходит-то вообще. И, конечно, тут придурок генеральный менеджер, который такие решения применяет. А он крайний, естественно, в такой ситуации. Ну, или как, например, вот эта история, там, переход Капризова в ЦСКА. Я не буду в детали вдаваться, я просто хочу сказать, мне один из руководителей такой фраз сказал, «Вайсфельд, твой номер 16-й». Я говорю, все, понял. Но, тут же какая история? Мне не нравится, когда говорят, эй, парень, ты должен выиграть кубок Гагарина, но мы у тебя заберем двух лучших защитников, лучшего вратаря и лучшего центрального. И подписывать никого нельзя. А так ты вообще должен выиграть. То есть, вот, например, тот же Бобров, возвращаясь, да, мне вот очень нравились взаимоотношения, да. Вот, например, мы пришли в эту команду, когда она была на последнем месте, автомобилист, и там какой-то рекорд установили по минимальному количеству очков, сколько было набрано в предыдущем сезоне. И мы в первый год выходим в плей-офф. Ну, действительно, там неплохо сыграли, там установка хорошая была. Ну, все, закончился сезон. Он мне говорит, Бобров, он говорит, Леонид Владленович, все хорошо, на следующий год задача будет следующая. Нужно будет тоже выйти в плей-офф, но только не с восьмого места, а где-то с четвертого, чтобы посев был лучше и чтобы нам в плей-офф там это. Я говорю, Алексей Олегович, классно, а бюджет? Он говорит, бюджет не изменится, он будет тот же. Я говорю, вы понимаете, что я, мы вместе, там, наш коллектив должен очередной раз совершить подвиг? Он говорит, понимаю, а я вас для этого и нанял. А если бы мне нужно было попилить бабло, я бы взял других людей. Все прозрачно и понятно, правила игры понятны, самое главное. А главное, что игра, овчинка, стоит выделки. Понимаешь, что от тебя хотят, ты понимаешь, да, что... Вот, скажем, ну, я считаю, что вот в тот момент, когда мы вышли в плей-офф с автомобилистом, мы что-то невероятное сделали, там, ну, как с последнего места команды, там, все. Вот. И руководители, хозяева, они это тоже понимают. Вот это очень важно. И вообще, когда говорят, там, вот главный тренер, надо выгнать главного тренера, или там, бла-бла-бла, или там генеральный менеджер, все это второстепенно. Все зависит от хозяев. Потому что, например, в свое время, когда я работал в Торонто, мне сказали гениальную фразу. Они говорят, понимаешь, Леонид, если Леонид Вайсфельд работает плохо, то он не виноват. Я, если честно, обалдел. Я говорю, да. Я говорю, а кто виноват? Они говорят, виноваты мы. Что, мы взяли Леониду Вайсфельд на работу? Что, в общем-то, логично, наверное, да, ведь? Конечно. То же самое, главный тренер. То есть, вот история, например, сейчас, это я так, маленький, как говорят, модно, офф-топ. Да, вот мы сейчас говорим про Кокорина с Мамаевым, которые там разгромили, избили и так далее. И про их гигантские зарплаты, что вот они их развратили и так далее. Давайте ругать не Кокорина с Мамаевым, которые ее получают. Папу с мамой. Во-первых, папу с мамой, а во-вторых, те, кто им платит эти деньги. Папу с мамой. Папу с мамой, понятно. Я расскажу еще одну историю, Саша, если можно, да? Да хоть я для этого вас и позвал. Рассказывайте историю. Я заканчивал институт физкультуры. Там такая, ну, в учебном плане, после третьего курса студенты идут на практику, работают в общепрозавательных школах в роли учителя физкультуры. А после четвертого курса, вернее, во время четвертого курса, в эти спортшколы и в роли тренера по виду спорта. Ну, в частности, у меня хоккей. Я был в «Динамо» на практике, и я работал там, Станислав Афанасьевич Петухов, был главный тренер команды 67-го года рождения. «Динамо». И меня с ним как вторым тренером поставили, а, мне кажется, Станислав Афанасьевич очень обрадовался, что там, о, иди тренируй там. Мне это тоже было в кайф. Короче говоря, вот это то время, сейчас скажу, какой год, 80-81, когда вот эта нищета, когда люди в рваных перчатках, когда коньки, там, пальцы из коньков, ну, вообще там просто. И там один мальчик такой в «Динамо», в этой команде, такой культурный, я смотрю, он такой с иголочки одет, все. Ну, думаю, ладно, я что, я пришел, тренирую. Он мне подходит такой, говорит, «Леонид Владленович, а можно я завтра на тренировку приду в красных трусах?» Ну, «Динамо» – это же синие все, да? Я говорю, «Максим, ну, конечно, можно». Я так присяду, ну, тренировка, какая разница, да? Ну, приходит в красных трусах. И я так еще обратил внимание, смотрю, у него коньки Бауэр, последние модели, которые вот в сборной, и то не у всех есть. Вот в первой сборной. Я так думаю, круто. Ну, что, мало ли там, что мы на улицу идем, видим там что-то. Ну, тренировки идут. Потом смотрю, он два-три дня проходит, он приходит в еще более поздние модели, которые, по-моему, в «Инхрел» даже не у всех есть. Которые еще не выпустят. Да. Я так думаю, что себе? Я так говорю, «Макс, а вот коньки?» Ну, думаю, интересно. Он говорит, ну, они мне что-то жали немножко. А ничего, что я это? Я говорю, ничего-ничего, конечно. Я потом говорю, «Станислав Афанасьевич, кто этот человек?» Он говорит, «Да у него дядя референт Брежнева по сельскому хозяйству». Интеллигентнейший, воспитанный, молодой человек. Он же мог вообще вот так много на стол класть там и сказать, «Эй, тренер, там». Ну... Это семья. Да, да. Это семья. Все остальное второстепенно. Я сейчас скажу, это сельское хозяйство. Да. Или сельское хозяйство. Самое главное. Да, согласен. И с этим тоже наверняка приходилось сталкиваться. Потому что ведь, к сожалению, к величайшему, люди, которые находятся при деньгах и при власти в российских клубах. И это, наверное, немножко вызывает, мягко говоря, вопросы даже, не раздражение. Какая-то понимаешь, что деньги есть, власть есть. А, ну, как бы, то, что сверху спускается, нужно как-то фильтровать и как-то выполнять. Я для себя выработал такой алгоритм общения с руководством. Расскажите, кстати, поделитесь. Потому что мне самому... Мне кажется, очень хорошее. Ну, если руководство не совсем, как бы... Ну, если масло там есть немножко в голове. Так вот, очень часто они ставят какие-то задачи, которые, ну, бредовые совершенно. А вот, например, в Уфе вот эта вот поговорка «ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак», она вот гипертрофирована вообще в клубе. Потому что... И я говорю, мне когда говорят вот это что-то сделать такое, что... Я говорю, слушайте, я сделаю. Но последствия будут вот такие, чтобы вы понимали. Делаем? Ну, в 90% случаев они говорят, а что нужно? Я говорю, нужно вот так. Ну, и, как правило, ну, здравомыслящие люди, они, конечно, там, принимают твою точку зрения не потому, что я такой умный, а потому, что я профессионал в этой области. То есть именно потому, что вы такой умный. Это нормально, да? Нет, понимаешь, в чем дело? Я тебе скажу, тут такая история. Человек, в моей точке зрения, вообще не может быть, скажем, компетентным во всех областях. Но многие руководители, они считают, что это стыдно, вроде как бы, не понимать. И они пытаются сделать вид, что они разбираются и в том, и в всем, и в этом. Очень понятно, зачем, когда у тебя есть и власти деньги, чтобы нанять себе специалистов и спокойно курить сигару. Ну, вот я, например, я очень люблю эти всякие вот гаджеты там, да? И я считаю себя там, ну, продвинутым пользователем. Но, когда вот я встречаюсь со специалистом, я вообще закрываю рот и только вопросы задаю. Я никогда не спорю там. У меня же очень часто бывает, когда мне начинают про хоккей рассказывать там люди, которые там, например, там, ну, я не знаю, там, мебелью торгуют, допустим. Ну, как же быть, такая история. Это и есть главная, не то чтобы беда, но проблема российского хоккея. То есть, когда я сейчас смотрю на то, что происходит, я сужу с журналистской точки зрения, да? Я все время говорю о том, что вот, если я какие-то комментарии даю, то я даю их исключительно как журналист. Мне непонятно, каким образом устроена система промоутирования, система раскрутки, там, пиар, там, и так далее. Система общения журналистов с хоккеистами и все прочее. Никогда не лезу в оценки хоккейной, потому что я никогда не имел хоккейного образования и профессионально никогда в хоккей не играл. Но у меня вот какой вопрос. Когда мы все время, вот вы сказали про дилетантов, и я со своей стороны тоже с этим сталкиваюсь, вот с этой точки зрения. Я вот приведу вам один пример, опять же, из футбола, хотя в хоккее их тоже очень много. Вот сейчас случилась история с Глушаковым, да, в «Спартаке», когда вот этот вот лайк он поставил, «Каррера», вся вот эта история. У меня первый вопрос, как пресс-служба позволила этой истории вылиться наружу и выпустить ее в публичное пространство так, что в результате и «Спартак» весь в фекалиях, да, и «Глушаков» тоже в них же, вот, или в других. И болельщики, вот, так же, как «Спарреры», скандируют, бойкоты, все это вот это вот пиар-облако серого такого, красно-коричневого цвета просто вокруг этого всего. Я думаю, что даже не пиар-служба, а я думаю, это руководство клуба, потому что я с такими вещами сталкивался. Но он должна же, пресс-служба, и я не говорю конкретные люди. Это руководство клуба должно дать указания пресс-службе, но прежде всего, прежде всего, очень хороший пример, я, знаешь, сейчас я тоже вспомнил еще один, расскажу, просто это весело. Значит... То есть опять дилетанты? Да. Где-то, на каком уровне, я не знаю, но есть. Нет, я про эти соцсети. Вот менеджмент клуба, вот, например, я считаю, вот моя задача, вот, в принципе, если я менеджер, там, да, вот я тренер, вот ты тренер, я вот тебе создал все, вот все создал, я говорю, Саша, иди выигрывай. Я говорю, что ты не выигрываешь-то? Другое дело, когда я тебе ничего не сделал, так вот, ну, все сделал. Такой маленький нюанс. Команда летит, там, какой-нибудь пятерной выезд, когда уже все очумевшие прилетели в Екатеринбург. Екатеринбург большой город. Если, например, Ярославль или Череповец, это не проблема у трапа команду встретить на автобусе, а в Екатеринбурге это проблема, как в любом большом городе. Аэропорт Кольцово, там надо договориться, чтобы, ну, это круто. Это вот как вот я в Энхелло там летал на выезды, там прям вот самолет останавливается, трап, автобус стоит вот здесь. Люди делают один шаг на аэродром и второй шаг в автобус. Все. И вот мы пытались это сделать и сделали. Сделали классно, все, автобус клубный к самолету, там, вообще все в порядке. И в один прекрасный момент прилетели. И что-то там, какая-то задержка с грузчиками, форма там. Они выходят и говорят, ребят, мы вас очень любим, но вот такая история. Если вы сами разгрузите баулы, то вы быстрее... Ну, да, конечно, быстрее, да. Ну, естественно, все хи-хи-ха-ха, разгрузили там, поехали. Сами Лепеста, ну, сейчас капитан Йокерита, классный парень вообще. Говорит, ха-ха-ха, и взял, пофотографировал в Инстаграм и выложил в Инстаграм. Смотрите, как команда автомобилист, сами разгружают баулы. Начальник там, то ли службы безопасности аэропорта, то ли что-то такое, на следующий день звонит в клуб и говорит, «Ребят, я вас очень люблю и сам болею за автомобилист, больше вы к трапу не приедете». Потому что это вообще, в принципе, не очень-то законно. Я им говорю, слушайте вы, я говорю, вот вы понимаете, что вы сейчас сделали? Теперь вы весь сезон будете ходить и получать эти вещи там по 40 минут, ждать в аэропорту. Но они не знали, да, справедливости. Они не знали. И вот то же самое там Гриш Панин там у себя, он любит эти все дела. Я его очень тоже люблю, Гришу. Но он взял и разместил там что-то такое в своем Инстаграме по поводу судейства. 300 тысяч. Вы не доположите. Ну 300 тысяч штраф. Я говорю, Гриша, ну почему в Инстаграме? А у меня вопрос, Леонид Владимирович, почему вы должны говорить это Грише, когда должен быть кто-то, кто следит? Кто-то, он не послушает. Правильно, потому что у нас пресс-атташе, это человек, которого любой хоккеист может в принципе прямым текстом послать в эротическое путешествие. Может, если генеральный менеджер так себя ведет. В том-то и дело, да. Вот, например, ко мне приходит, когда вот там пресс-служба там или там какой-нибудь там телеканал, там, ну местный там что-нибудь, говорит, слушайте, надо взять. Я говорю, ну так идите, возьмите. Они говорят, они не дают. Я говорю, окей. Я захожу в разделал. Я говорю, так, ребята, я говорю, вы контракт подписывали, вы читали, что там написано. Вы обязаны. И я, знаешь, я вот все время вспоминаю, мы когда в Ванкувере были, мы же вместе были, да? Да, мы-то и комментировали вместе. И там вот этот, ты помнишь, вот этот вот коридор после матча, как он называется-то, это микс-зона, там, когда, как стоило, эти журналисты стоят, как лошади, когда, да? Ну да, так и есть, перегородочки. И выходят эти хоккеисты, и идут наши головы, опустили все, и выходят канадцы. И я смотрю, Наташа Кларк берет интервью, она и так маленькая, да, а они еще на коньках, и здоровые все. И она так, она стоит, мы разговариваем, там, Наилич, там, Гимаев, Царство Небесное там был, я, она, что-то, а у нас там одна машина была, чтобы в гости, и мы ее ждали. Пока она не возьмет это интервью, мы не можем уехать. Ну, мы с Наиличем стоим, и она там стоит, и говорит, вот мне надо интервью взять, там, я не помню, там, кто там, Стенкос, там, не знаю, ну, не важно, какая-то звезда. И говорит, мне надо интервью взять, ну, я не знаю, вот он даст, не даст, там, вот она стоит, мы говорим, ну, там, что, мы ждем. И она так выходит, и она, этот идет хоккеист, она вообще там на полметра выше ее. А Стенкос, он еще высокий. Да, ну, я не помню, кто там. Ну, хорошо, просто пример, хороший, получился. Ну, врать не буду, не помню. И она такая, вот, можно у вас интервью? Он такой, остается, да, конечно. Кто это говорит? Где это? Откуда звук? Знаешь, что самое интересное было? Она им вопросы задает, он все отвечает, отвечает. И потом у Наташи уже вопросы закончились, видимо, она так стоит. И он такой, у вас еще есть вопросы? Она говорит, нет. Он говорит, спасибо, до свидания. И вот такое впечатление, что он ее поймал, а не она его. Леонид Владимирович, я же три года в пресс-атташе даже больше отработал. Ну, ты подходишь к какие-то, ну, надо, ну, там журналисты стоят. Да не, я не пойду. Вот, просто, и все. Вот, причем вот так, я не пойду. Вот, причем это сборная России, там, игрок там, звезда Энхал. Не, не пойду. Ну, в другой раз, Саня, я не пойду, и все. И чувствуешь себя абсолютным... Есть секрет один, просто подходишь к главному тренеру, или там... Ладно, слушай, скажи вот этим ребятам, чтобы они... Леонид Владимирович, мы же с вами, да, подходишь к главному тренеру, говорят, Саня, ну, что я могу сделать-то? Ну, что? Да ладно. Вот. Ну, тогда, значит, надо гнать такого тренера. Если он ничего не может. Он больше в сборной не работает. А, ну, вот, видишь, поэтому не работает. Правда, не поэтому, вот. Но не поэтому, конечно, вот. Но, к сожалению, вот оно так. А при всем приятном, я видел, как при саташе сборной Финляндии, вот такой вот шпендель, вот маленький, вот прям совсем вот, он подходит к хоккеистам, которые в два раза выше, он просто его берет за руку и отводит, говорит, ты, вот тут региональная газета, там, сельские Хельсинки, а ты, вот, там, вот, центральный канал, телевидение, там, США, там, какой-нибудь, там, NBC или еще кто-то. И они встают, вот так, молча все, и дают интервью. Очень хороший аргумент. Там вот, вот, на самом деле, они подписывают... И попробуй не послушать. Они подписывают контракт. Они просто, знаешь, они контракты... Они смотрят только цифру, это, как его... Да, штрафно. Сумму, сумму и сроки. Больше ничего не смотрят. А он же на 11 страницах. Скажи, эй, парень, ты подписал, ты вот этот пункт читал, и ты понимаешь, что я с тобой контракт разорвать могу сейчас, если ты не выполнишь. Все. А действует на них? Сто процентов. Да. Вот, казалось бы, да, простая история. Сколько раз вот о ней говорили. Почему я об этом... Почему я очень рад, что Леонид Тадленович к нам пришел? Потому что он, будучи генменеджером, вот, наверное, один из тех немногих, кто мог на это повлиять. Потому что я не знаю, какая вот прямо сейчас ситуация в КХЛ. Может быть, она меняется, дай бог. Я знаешь, что я тебе хочу сказать? Я столько нахлебался с этим просто. Это такая тема, которая... Не потому что я сейчас там на телевидении работаю. Вот просто я всегда удивляюсь на игроков, на руководителей, которые не дают интервью, отказываются. Потому что ведь что происходит? Вот если нас кто-то там из них смотрит, я хочу для них это объяснить. Существует генеральный менеджер команды «Какая-нибудь ракета». А журналисту Пупкину сказали взять у него интервью по какой-то теме. Он приходит, а этот генеральный менеджер отказывается. Что делать журналисту Пупкину? Он должен домыслить, что там произошло. Естественно, он напишет какие-нибудь небылицы про этот клуб. Этот генеральный менеджер там, и все они будут возмущаться. Возмущаться, скажет, да. Слушай, ребят, если вы хотите объективную информацию о вашем клубе, и как вот Яковлев мне понравился, когда, помнишь, там эта история... Яковлев Локомотивский? Да. Вот эта история была, когда они там Тальбо подписали сначала, потом расторгли, там все шумят вокруг, Локомотив молчит, а потом этот Яковлев говорит, вы что думаете, мы здесь все дураки? Ну, типа мы это сделали. Нет, я к чему говорю-то. Конечно, мы не думаем, что они все дураки. Но, чтобы мы все поняли, что вы все не дураки, объясните зачем. Потому что иначе мы думаем, что мы все дураки. Да, потому что совершенно нелогично. Вот смотри, идет сезон, еще до конца сезона, там месяц или два, вдруг, прошу прощения, голый в баню, бегом подписывают Тальбо, которому там за 30 уже, куда он денется этот Тальбо? Это же не Денисенко, не, там, я не знаю, не Коваленко. Куда, не уедет Венхайл, все. Подписали, фу. То есть, тогда, соответственно, обыватели там и все там, ну, коллеги думают, ну, это ключевая фигура в этой команде, поэтому они так хотят. И вдруг, бах, проходит два месяца, раз, выгоняют. Что должен думать, скажем, вот конкурент даже в другой команде? Слушай, что с этим Тальбо не так? То его подписывают за полтора месяца до конца сезона, то его выгоняют через месяц, компенсацию платить надо сумасшедшим. А дальше пошли домыслы, запил, гуляет, наркотики. Да, тренера избил на банкете. А может быть, совершенно тривиальная ситуация. Вот действительно думали, что Тальбо такая ключевая фигура, и вдруг на рынке вывалился там какой-то там игрок, который вообще. И ну что делать, приходится жертвовать. Ведь ситуации разные бывают. Вот я, например, в Атланте работал, сижу. Сейчас надо в Атланте, в смысле, в Матичинском Атланте. Сейчас про него речь, не про Атланту трэш. Нет, это Атланта, это Атлант. Атланта, да. Сижу, звонок. Леонид, вот там агент звонит. Вас интересует Буллис? Я так думаю, ё-моё, 75 матчей в последнем сезоне Монреаль-Канадинс, там ключевой игрок, там второй, третий звено как минимум. Я так, да. Ну, без всякого энтузиазма. Они говорят, сколько вы дадите денег? Я так сижу, думаю, ну это миллион двести, полтора, это в долларах, это даже вот просто за счастье было бы. Я так думаю, ну куда, как его подписать, этого Буллиса, это же нереально. Я говорю, 700 тысяч долларов. Они говорят, мы подумаем. Я говорю, ну, думайте. Проходит полчаса, звонок. Леонид, ну 700 тысяч, конечно, мало. Я так про себя думаю, конечно. Они говорят, мы бы хотели 800. 330. У меня прям руки затряслись. Я говорю, вот контракт. Они говорят, у нас ещё одно условие. Я так думаю, блин, какое? Я говорю, какое? Они говорят, два года. Я говорю, вот контракт. Вот на второй год контракт. Да, я хоть на десять лет. Короче, он подписал, отработал, следующий его контракт был 2 миллиона долларов в тракторе. То есть, такие чудеса случаются. Там нечасто, но... А как в таких случаях? То есть, он вдруг там остался без работы? Почему? Как? Значит, там разные бывают. Нет, в принципе, ну как это бывает? Да, разные бывают аргументы. Потому что игроки просто из НХЛ, они же на наш рынок попадают очень многие, просто случайно, спорадически то, что называется. Вот, например, скандинавы, ну и вообще европейцы. Для них очень важно такое перспективное планирование, там, семьи, там. Они должны знать, что с ними будет через год. И, например, допустим, наши готовы ждать до последнего, рискнуть и подписать какой-то большой контракт, понимая, что они рискуют тем, что вообще ничего не подпишут. А, например, скандинавы или европейцы, они лучше подпишут сейчас на три года на меньшие деньги. Но они знают, что у них на три года все спланировано, что он может взять кредит, он может купить дом. Ну, что тоже логично, по-своему. Ну, люди же разные, кто-то уходит в казино, а кто-то нет, правильно? Вот, и, возможно, он поставил задачу своему агенту. Слушай, я хочу вот там некой стабильности, там, и так далее, и тому подобное. Вот, разные вещи бывают. А вот сейчас что произошло? Две команды убрали из лиги, и там, сколько, 75 человек, по-моему, вывалилось на рынок. И те, кто поняли, что рабочих мест меньше, соответственно, цена ниже. И подписали сразу, это, кстати, оговорку сделаю, не касается топовых игроков. Они как стоят дорого, так и стоят. Я имею в виду средних. Так вот, те, кто не поняли, они так вот в ночной лиге играют до сих пор. А многие хотели, ждали. И сейчас еще ждут. И сейчас еще ждут, да, тоже, это я знаю, да. Более того, ну, вообще эта ситуация, она, наверное, опять же, очень много как-то странных таких корреляций между хоккеем и журналистикой. И когда пошли массовые сокращения в журналистике, сейчас тоже, вот, журналистский рынок точно так же, просто, ну, вот, что называется, огромное количество журналистов гуляет на свободе. Ну, люди еще не понимают, что произошло, да. Просто в свое время, да, он сейчас опять съежится, рынок сам себя сбалансирует и так далее. Что касается хоккеистов, то я так понимаю, что еще и молодежи в этом сейчас стало больше в лиге, потому что поняли, что вот в этой ситуации проще уже, наверное, работать с молодыми. Это сильно дешевле и перспективнее, чем брать высокооплачиваемых ветеранов, даже если они того заслуживают. Или это я выдаю желаемое за действительность? Нет, тут просто, я скажу так, нет, нет, это недалеко от истины. Просто зависит от философии клуба. Что такое работа с молодежью? Это работа в долгую. Да. Будут ждать тебя или тебя завтра выгонят за то, что ты с молодежью работаешь? Я имею в виду тренера, я имею в виду генерального менеджера. Это как вот, я когда приезжаю, я там на периферии, там часто работаю, да, и начинается вот эта вот история, я ее просто терпеть не могу. Вот наши воспитанники. Да никто не против наших воспитанников. И если эти наши воспитанники такого же уровня, как приглашенные, даже пусть чуть-чуть хуже, ну не вопрос. Ну вы же хотите наших воспитанников, и вы хотите, чтобы завтра здесь на этом столе стоял кубок Гагарина. Давайте как-то определимся. Или шашечки, или покататься. Ну конечно. Ну потому что, господи, говорят, вот он там не берет наших воспитанников. Да поставьте мне задачу наших воспитанников и последнее место. Да вообще ни одного приглашенного не будет. Просто я их даже вот... В общем, поставить задачу в последнее место. В аэропорту даже скажу, чтобы никого не пускали. Ну потому что люди, вот я не знаю, ну это такой дилетантский посыл, что да. Так вот возвращаясь к этим молодым, что такое молодые, это игра в долгую. Это значит, нужно искать эти молодые таланты, их нужно пестовать, их нужно воспитывать, в них нужно вкладывать. И ты понимаешь, что через 3-5 лет, возможно, негарантированно, этот человек заиграет. А история-то какая? Никто особо не хочет вкладывать туда, в этих молодых. А он ведь еще и уехать может потом. Уехать может, да. Вот я, кстати, вот я все время несколько раз уже говорил относительно Ярославля. У них такой посыл, там, вот сейчас молодые, там, и так далее. И что... Сама по себе идея-то хорошая. Но что может произойти? Элитные люди уедут. Ну конечно. Уедут. Останется либо посредственности, либо там средние, которым нужно будет платить большие деньги. Поэтому, вот с моей точки зрения, все вот эти шарахания, уберем всех молодых, будем играть одними стариками. Уберем всех стариков, там, одними молодыми. Вот любой вид деятельности показывает, что истина, она всегда посередине. Это как отжимание. Если очень медленно делать, то устанешь быстро и не сможешь много сделать. Если очень быстро, то же самое. Нужно в оптимальном темпе их делать. То же самое вот здесь должен быть микс. Другой вопрос. Что может получиться, как в Ярославле? Переизбыток вот молодых. Ну, баланс. Тогда да. Тогда да. Тогда, ну, если... Вот, например, у меня в Тольятти была такая ситуация. Мы когда вот второе место заняли там, и на следующий год, когда там еще не рухнуло все, да, и я вот так проанализировал рынок. А у нас там хорошая школа была. И причем она хорошая не потому, что там как-то тренеры по-особенному работали, а потому что Петр Ильич. Потому что он просто, вот он, я вот опять же историю такую расскажу. Парабьев для тех, кто не понял. Парабьев, да. В силу того, что я, ну, генеральный менеджер, я должен знать, что у меня в клубе, там, кто там. И я часто смотрю эти игры второй команды, там, молодежной, сижу на трибуне. Он подходит Ильич такой, садится. Как дела, алё? Я говорю, вот смотрю. Он говорит, хочу вот завтра пригласить там Пупкина на тренировку. Я говорю, Пупкина нельзя. Он говорит, почему? Я говорю, он сегодня вечером в сборную улетает. А, а Форточкин? Я говорю, Форточкин руку сломал. Он говорит, так, а кто там есть? Я говорю, вот есть Отверткин. Он говорит, ну, давай Отверткина. То есть он вообще даже не заморачивается там. Просто вот беру молодого, ставлю. Он, он, вот, Саша Фролов сейчас вот играет в Корее там, да? Один раз. Он сейчас в Корее уже. Да, он в Корее. Пропустил этот момент, да. Он, вот, мне очень понравилось одно интервью, он дал. Там была такая ситуация. Он играл в «Локомотиве». Там, как раз, Петр Ильич Воробьёв был. И его там не ставили. Потом он ушёл в крылья. И в крыльях вдруг там засверкал, в сборную попал там, всё. И ему задали вопрос. Он говорит, слушайте, а вот Воробьёв, вот он вас не ставил, не ставил. А вы вот сейчас такой игрок. Вот Воробьёв, вот он, наверное, плохой, ну, такой подтекст, плохой тренер. Он говорит, вы знаете, Воробьёв меня не ставил. Но Воробьёв ставил стольких людей, которые вообще близко не должны были играть. И они сейчас играют, и очень хорошо. Так что эти люди просто должны быть ему благодарны. Так вот, и я такое длинное, ну, отступление сделал про Тольятти там, да? Школа вот эта вот, она работала, как и все школы. Другой вопрос, что Воробьёв подключал всё время молодых. И за счёт этого они росли, тренируясь с первой командой. И поэтому... Ну, такая советская система. Сдавалась такая видимость, что в Тольятти очень хорошая школа. Это как в Новокузнецке, вот видимость, что там очень хорошая школа. Там школа обычная, как у всех. Просто нет денег, ставят молодых, они наигрываются. И поэтому такое впечатление. Не было бы счастья, да несчастья. Да, да. Вот. Так вот, после окончания этого сезона, когда нужно было комплектоваться на следующий год, проанализировав рынок, я пришёл к выводу, что на рынке присутствуют люди, которые уже взрослые и, соответственно, недешёвые, которые не намного, либо не лучше совсем нашей молодёжи, либо не намного лучше. И я пришёл к такому выводу, я думаю, ну, смысл, зачем мне переплачивать этим, когда у меня вот бесплатные и свои, и молодые, и так далее, и тому подобное. Ну, и мы там сразу 8 или сколько там, 9 человек ввели. Тут слишком много получилось. Ну, много. Потом, кстати, это, мне кажется, спасло команду, потому что когда рухнула финансовая составляющая, вот эти люди как раз играли за копейки. И там первый раунд плей-офф уже прошли, там, Динамо-то, обыграли предыдущего чемпиона страны. Ну, да. Вот. Поэтому, вот, я считаю, что вот, что касается вот молодёжи, там, вот это всё время, это надо смотреть на ситуацию. Но ведь это опять вопрос про дилетантство, которое мы начали вначале. То есть, если есть Воробьёв или кто-то другой, то молодые будут играть, причём, ну, временами, потому что нет денег, а временами, потому что есть Воробьёв. Ну, и в том, в другом случае. Это, как, знаешь, часто говорят, вот там тренер приглашают. Хороший тренер или плохой? Так не бывает. Конечно. Если он тренер по образованию, если у него немножко масла в голове есть, то он хороший. Вопрос для чего? Да. Для СКА, может быть, он плохой. А для, я не знаю, там... Новокузнецка того же там, да. Для Новокузнецка он супер. А, например, для детей он для маленьких очень плохой, а вот для подростков он очень хороший. Леонид Владимирович, время наше подходит к концу. Ещё один вопрос. Где легче работать, исходя из этого? В клубе, который ставит задачу, как вы сказали, занять последнее место и выпустить всех молодых? Да? Ну, я шучу. Я имею в виду в клубе, который не ставит себе глобальных задач, или как Салават Юлаев, который ставит себе глобальные задачи? Ну, что, с одной стороны, здесь деньги большие, которые дают большие возможности. По идее, да? Работать везде непросто. Я так сформулирую ответ на этот вопрос. Если мы говорим о генеральном менеджере, позиции генерального менеджера, то самое лучшее место для работы – это там, когда у тебя полное взаимопонимание с руководством. Когда хозяин, генеральный менеджер, главный тренер и весь менеджмент – это один коллектив, объединённый одной целью. Собранный в одно время, ещё желательно. Ну, да. Ну, чтобы было понятно, что не навязали одного другого. Да, безусловно. Потому что, я так понимаю… Безусловно. Ещё один мой короткий вопрос. Бывали ситуации, когда, и в вашей биографии, и вообще, когда главного тренера навязывали? Вот очень хорошая история у меня как раз. Ладно, не буду называть команду. В общем, одной команде меня приглашают на работу. Только не очень длинно. Быстро. Меня приглашают на работу и говорят, мы вас берём вот с этим тренером. Я говорю, стоп-стоп-стоп, я с другим тренером иду. Они говорят, ну, извините. Раз, и на неделю остановилось всё. Я думал, ну, наверное, уже не будут со мной разговаривать. И вдруг через дань-день, через дань, всё, мы вас берём, всё нормально. Я говорю, подождите, а тренер? А тренер. Они говорят, ну, вы же сказали, что вот этот, вот мы с этим берём. Я говорю, да, а что случилось, что вы вдруг это... Они говорят, оказывается, губернатор-то его знает. То есть я неделю голову ломаю. Вот они куда ходили-то в это время. Я голову ломаю, что там, как же этот тренер вроде бы не хуже этого, а может быть хуже, а может быть я не понимаю. А оказывается, там вообще аргумент очень простой. Да, того губернатор знал, а этого мог не знать. А этого тоже знает, его можно брать. А, так вы и его знаете, тогда всё в порядке. Вот таким мы сегодня узнали ещё с какой-то дополнительного какого-то ракурса Леонида Владимировича Вайсфельда, с которым очень-очень приятно просто разговаривать о хоккее. Надеюсь, что и вам было интересно. Просто интересно сегодня было об этом поговорить. Леонида Владимирович, спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Хороших вам комментариев. Карьерные устремления ваши. Просто пусть они реализуются, если какие-то ещё вот у вас новые появятся. Пусть реализуются просто. Спасибо большое. Спасибо всем большое за внимание. С вами был Александр Кузмак. До новой встречи на «Спорт-24». До свидания.